Как выровнять и пронумеровать формулы в Word. Друзья, всем привет! Раньше мы уже учились выравнивать и нумеровать формулы, созданные в редакторе Microsoft Equation. В современных версиях Microsoft Word редактор формул уже другой. И выравнивание формул здесь происходит иначе. Итак, пункт меню вставка, символы, уравнения и выберем здесь квадратное уравнение. Посмотрите, формула автоматически отцентрировалась. Но проблема в том, что как только мы добавляем после нее любой символ, чтобы пронумеровать, то ее внешний вид тоже меняется. Она уменьшается. Давайте ниже добавим еще одну формулу. Беном Ньютона. И запятую после нее. На этот раз изменения в отображении формулы оказались не такими безобидными. Word не только уменьшил ее размер, но и изменил местоположение границ суммирования. Такое точно понравится не всем. А все дело в том, что существует два режима отображения. Отображаемый, когда формула занимает весь абзац целиком и выглядит как нужно. Но никакие другие символы после нее, включая нумерацию, мы добавить не можем. И второй режим это встроенный, когда формула встраивается в текст и мы можем ее пронумеровать, как это было показано в прежнем видео. Внешний вид такой формулы подойдет не всем. Как быть такой ситуации? Давайте удалим лишние символы после наших формул, чтобы они приняли нужный вид. Теперь я вхожу в режиме ее редактирования и устанавливаю курсор в самом конце. Дальше вводим с клавиатуры запятая, решетка и в скобках указываем номер формулы. Enter. Готово, посмотрите. Наша формула отцентрирована, выглядит как нужно, а ее номер закреплен у правого края страницы. Давайте то же самое сделаем для второго случая. Еще раз вошли в режим редактирования и переместили курсор в самый конец. Запятая, решетка и в скобках следующий номер. Enter. Кому нужно, может увеличить их размер. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки. А кто желает принять участие в развитии канала, то под этим видео доступна функция спонсорства.